Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден 4 октября Ветер и солнце Но от дождей грязь большая, и пока дороги не просохнут, наступать нельзя. Стоянка командующего теперь вся у линзы, 20 верст южнее Мукдена. Вблизи сопка Хуаньшань, одна из самых высоких, с которой видны почти все позиции наших войск. Опять с утра под окнами стоит группа приведенных кунхузов. Удивительно странные впечатления от этих кунхузов. Или дети 12-14 лет, или ветхие старики. Среднего возраста очень мало. Одеты плохо, некоторые даже босые, стоят и покорно смотрят на наши окна. Смотришь, стараешься проникнуть в их душевное состояние. Все это книги, написанные на непонятном мне языке. Внешнее впечатление – апатия и равнодушие, пригнанного для чего-то стада. Для чего? Может быть, и сами они еще не угадывают свою судьбу. Во всяком случае, бесконечно тяжелое чувство. Как и от всей этой войны. Без красок, без блеска, с вечным самообманом и воскурением себе фимиама. В столовой группе офицеров подали шампанское. Шла горячая, одушевленная беседа. Одни говорили – что и говорить, солдат наш великолепен, героев много. Другие – господа, бросить уже надо эти фразы. Мы сами отлично знаем, что такое наш солдат. При одних условиях – хорош, при других – плох. А героях – тоже потише надо. Когда идет бой на пять верст расстояния, о каких героях может быть речь, да еще при стрельбе по невидимой цели? Герой – масса. Нужна организация этой массы. Сноровка – бросать ее в данный момент куда надо. Быть всегда в большинстве. Знать местность. Иметь хорошие карты. Знать противника. Иметь хорошую организацию шпионов. Стрельбу по квадратам. Уметь ориентироваться, нащупывать и, нащупав, вести сосредоточенную пальбу. Словом, надо… надо… надо много работать нам. Ну и отлично! Предлагаю тост за обновление нашей армии. Но тут громадное большинство так энергично запротестовало, что предложен был новый тост. За двухсотлетние традиции нашей армии. Этот тост и распили, с воодушевлением и энтузиазмом большинство. С покорностью – меньшинство. К вечеру дошли слухи о новых взятых нами орудиях. Количество их быстро растет. Началось с шести, и часа через два дошло уже до сорока двух. Настроение опять радужное. К вечеру опять палил дождь. Да какой! Напомнил летние ливни, но холодный. Каково теперь солдатам? Зальет водой их траншеи, и будут сидеть там по поясу в воде. А сидеть и ждать гостей надо. Ночные вылазки теперь с обеих сторон сделались обычным явлением. Говорят, у японцев цепь реже нашей, и смена людей быстрее. Два часа ночи. Дождь, как из бедра. Так жалобно воет ветер из трубы вентилятора. И воет, и стонет, и все ухают, не прерывая выстрелы орудий. Глухо, раскатисто. Иногда смолкает, стихает буря, и как будто вместе со мной прислушивается, что делается теперь там, в этой темной ночи. И, словно проникнув, содрогнется и замечется снова, еще тоскливее, еще погребальнее. Точно проносятся тени убитых там, и рассказывают ужасы о своих страшных последних минутах в этой беспросветной тьме. И плачут, и стонут, что не увидеть им больше светлого дня. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6. Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год